всем привет с вами гекс и сегодня я постараюсь рассказать о том как сделать тортик птичье молоко по госту это нежный суфлейный тортик очень вкусный просто его это лучше чем конфеты в общем так что давайте попробуем делать там совершенно нечего на самом деле очень просто делается из таких самых страшных ингредиентов что могут вас напугать здесь только агар-агар но они но он сейчас даже продается абсолютно у нас супермаркетах маленьких пакетиках дороже конечно чем если купить в кондитерском магазине но все же вот итак приступим первое что нам нужно сделать это сделать коржи коржи здесь такие получается как масляный бисквит наподобие то есть я взяла размягченное масло 100 грамм масла мне нужно масло комнатной температуры обязательно мягкое так оно у нас лучше смешается со всеми нашими ингредиентами 100 грамм масла я всыпаю 100 грамм сахара я воспользуюсь весами вы можете ложками бросать в общем как вы привыкли так удобно я в общем чтобы ничего не считать не это самое я занялась с весами сюда же сразу я вбиваю два яйца ничего не разделяя ничего не делая у нас в тесте потом абсолютно отлично все соединиться когда мы уже добавим муку поэтому тут даже вообще не переживайте и добавляю еще ванильного сахара можете просто ванилин ванильную эссенцию как вам больше нравится и ставим можно это делать вообще вилкой ложкой без разницы я взяла такую вот насадку меня не совсем венчик не до венчик я бы сказала и просто перемешиваю я взбивала чтобы увидеть что у сахара уже или очень маленькие крупинки или они растворились вовсе у меня видите немножко отслоенное масло но как бы она плюс-минус соединилась у меня с яйцами хорошо и теперь сюда же мне нужно добавить 140 грамм муки я уже говорила и вы знаете в граненом стакане который на 200 грамм идет 130 грамм муки поэтому это чуть чуть больше чем полный ну это стакан и чуть-чуть я конечно тут вася простите мне показалось что очень будет хорошо если будет мой тортик чуть-чуть попышнее и я дурочка добавила еще сюда немножко разрыхлителя почти наверное с пол пачки может чуть меньше чем пол пачки вот я конечно об этом пожалела потом очень сильно поэтому вам советую его не добавлять я потом покажу что у меня случилось из-за того что разрыхлитель добавила мне поплыли все коржи ну в общем вам советую этого не делать я добавила чуть чуть больше муки я добавила 150 грамм вот вместо 140 чтобы тесто у меня не было такое жидкое учитывая то что она у меня еще будет подходить ну короче в общем добавила я 150 грамм и начала перемешать вначале на небольшой скорости потом скорость увеличила просто чтобы мука не летала у меня по всей кухне я же говорю если вы будете делать это вилкой или ложкой тоже просто чуть больше у вас времени займет все собственно через минутку у меня уже все соединилось и масло которое было чуть-чуть отслоено отлично растерлась у меня то есть нету нигде никаких просто такое мягкое нежное вы видите тесто получилось похоже на бисквитное то есть вообще по ощущениям бисквитное тесто вот этого теста достаточно на два коржа на торте который допустим у вас там 26 сантиметров суфле конечно так как и я допустим люблю больше поэтому советую суфле сделать это до полтора раза больше вот потому что мне даже на форму 24 и то показалось суфле мало хотя я делала на полную порцию вот коржи я буду ставить печь на 22 в диаметре я взяла воспользовалась кольцом вы можете начертить на обратной стороне пергамента круг диаметр такой как вам нужен чтобы удобнее было не вы не вылазили сильно за бортики но мне удобнее как быстрее распределить свое тесто в моем кольце я просто взяла половину теста и распределяю его по кольцу еще раз повторюсь то что я дурочка добавила разрыхлитель и я испекла свои коржи они у меня поползли вообще в стороны вверх подходили очень сильно вот поэтому мне потом все равно придется обрезать по кольцу потому что они у меня поплывут наверно сантиметра по полтора в стороны и форма будет неровная поэтому не добавляйте не добавляйте разрыхлителя вот потом мы ставим это в духовку 180-200 градусов видите коржики тоненькие и это мы ставим буквально на 10 минут 10-12 минут в общем смотрим чтобы она у нас не начала подгорать а такое просто стала желтенькая вот как у меня вы видите ну нет я же говорю у меня поползло она все в стороны и сильно подошло и я вот взяла свое кольцо и по кольцу просто придавила она мягенькая она отлично придавилась и разрезала мне сразу мои коржи так как не надо вы видите он получился немножко высокий по крайней мере мне так кажется лучше бы если бы они были совершенно тоненькие мне кажется так было бы нежнее вот все коржи готовы я вечером вот в обед спекла коржи вечером приступаю к суфле чтобы на ночь у меня тортик простоял в холодильнике вот что для этого нам нужно мы в общем добавляем воду воды нам нужно 160 миллилитров и в эти 160 миллилитров мы добавляем две чайные ложки агар-агара агар-агар у меня 1200 это видимо мощность агара если у вас есть кухонные весы то агара вам нужно 4 грамма вот воспользуйтесь тогда весами вам так будет удобней или это реально две чайные ложечки абсолютно без горки или под нож агар вы можете замочить но я уже говорила у меня какой-то видимо странный агар у меня совершенно не набухает хоть стоит хоть не стоит поэтому я его закинула и сразу начинают добавлять сахар пускай она мне там постоит потом минут 10 но не важно еще скажу я решила добавлять сахара практически в половину меньше сахара по рецепту 450 грамм вот я добавила если не ошибаюсь 250 грамм это я вам скажу что для меня допустим было очень сладко вот поэтому я не знаю я добавил еще на 200 грамм больше то был бы наверное я не знаю сахар сахарный плюс еще в креме сгущенка и ну в общем это много я вот добавила 250 и этого с головой еще что я поменяла в этом рецепте тут указано масло положить 200 грамм я решила масло положить 150 но сгущенки положить на 50 грамм больше то есть в рецепте указано положить сгущенки 100 грамм масло 200 я положила и того и другого по 150 грамм чтобы ну сейчас в общем лето жарко и чтобы это не было жирно ну в общем оно и так не будет жирно но просто чтобы был такой более нежный тортик у меня вот вы делаете как хотите то есть хотите сделайте по моему рецепту хотите нет сгущенка и масло обязательно должны у вас быть одинаковой температуры то есть я их сгущенку чуть раньше потому что она дольше набирать температуру масло чуть позже но в общем выставила за пару часов чтобы она у меня абсолютно было одинаковой температуры тогда она отлично соединяется соединяю я в среднем где-то по 50 грамм то есть я влила раз 50 грамм сгущенки подбила с маслом второй раз 50 грамм влила еще раз подбила с маслом чтобы у меня ничего не расслоилась масло со сгущенкой очень хорошо одной температуры очень хорошо дружит вот текстура у меня нежная и гладкая в общем ну вы видите все очень очень мега быстро я сказала сейчас покажу вот у меня ничего не расслоилась все гладенькое все красивое вот однородная пока месть мы это добро отставляем и занимаемся следующим у меня очень маленькие яйца были я бы сказала практически второй сорт поэтому я буду ложить три белка вот но если у вас яйца хорошие крупненькие то выложите как положено два него на 5 желточек капелька упала в белок я уже говорила о том что шкарлупкой от яйца в сто раз проще выловить что-либо или у вас исколок шкарлупки упал либо желточек упал ложкой вы так никогда не выловите потому что я не знаю шкарлупка белок свой чувствует и она хорошо его с него черпает вот можете попробовать но я думаю что у меня и так все отлично взобьется и все отлично будет даже если мне туда попал желточек я уже не раз показывал что я взбивала и после этого то есть это на самом деле не проблема но вы можете перестраховаться и по одному белку добавлять взбивая его точнее не взбивая разбивая белок в отдельную посуду сюда я добавляю щепотку соли для того чтобы взбивать всегда добавляю в белок чтобы он лучше взбивался щепотку соли и ставлю пока на среднюю скорость миксера чтобы просто подбился у меня белок хорошенько тем временем ставлю на огонь свой агар с сахаром он уже у меня тут минут 10 постоял пока я это масло взбивала пока белок ставила вот 10 минут он у меня постоял и начинаю подмешивать вот агар может при нагревании прилипнуть так что подмешивайте вот у меня одна четвертая чайной ложки лимонной кислоты у меня взбивается белок я всыпала туда лимонную кислоту и он у меня взбивается дальше там у меня на плите варится агар подогревается тут у меня взбивается белок и сейчас я подготовлю свою форму которая буду делать тортик то есть все делаю одновременно чтобы чтобы руки не пустовали в общем кольцо я ставлю я уже говорила где-то 24 сантиметра у меня здесь ну может чуть больше 24 там с половиной в общем так коржики эти очень нежные у меня так как они толстые получились то они не очень нежная но у вас они должны получиться тоньше и будьте с ними аккуратно не могут ломаться поэтому очень аккуратно я самый толстый корж положу на низ вот чуть потоньше наверх скоро вот уже закипит мой агар уже посветлел такой как как молоко стал что ли он такой типа пузыриками не пузыриками ну в общем он становится светлый когда норовит закипать вот он у меня закипел и начинает бурлить у меня я ставлю на большую скорость белки и тонкой струйкой ввожу свой сахарный сироп вместе с агар-агаром это нечто похожее как мы делали с вами зефир я показывала мы заварим белки то есть белки темперируется сальмонелла убивается вот и тем самым мы вводим именно сладкую часть наш белок он становится сладким и агар будет как бы держать потом наши суфле у горячая миска уже стала и так я взбиваю еще может минуты две точно чтобы чуть-чуть подостыла пока масло у нас еще стояло отдельно я вот ставлю миксер чуть-чуть на меньше скорость даже не чуть-чуть а практически на самую маленькую скорость масса у нас еще теплая и начинаю по одной ложке вводить масло масло со сгущенкой не вздумайте делать это на большой скорости потому что может масло у вас отслоится так она соединяется а если на большой скорости может отслоиться и в общем ввожу масло я же говорю там масса у нас теплая получилось и поэтому она хорошенько у нас соединяется дружит отлично ничего не расслаивается все все получается классно получается такое цвета молочного я бы сказала такой нежный у него молочный оттенок благодаря сгущенному молоку пахнет тоже так молочно очень нежно очень вкусно мы сможем потом облизывали все на свете что там по оставалось у нас поэтому очень очень вкусно собственно долго мы не взбиваем после масла да и у нас как бы остынет масса и мы потом хорошенько не разровняем вы видите она мне еще жидкая поэтому я начинаю делать это быстро потому что агар довольно быстро схватывается это вам не желатин что ему нужно стоять там минут 40 я выливаю практически половину она у меня разбегается здесь лучше использовать конечно разъемную форму если у вас нет разъемной формы то застелите какую-то форму пленкой чтобы вам удобнее было потом достать вот здесь весь прикол что бортики тоже у нас будут как бы из птичьего молока они из теста то есть тесто не должно быть принципе видно поэтому мы оставляем где-то пол сантиметра от формы от размера ну разница между формой и размером наших коржей должна быть хотя бы пол сантиметра сантиметр как вам больше нравится в общем я быстренько вот выливаю всю оставшуюся массу вы видите она уже стала немножко плотнее она уже не такая текучая хотя прошло буквально вот 30 секунд я ее быстренько разравниваю чтобы она у меня получилось ровненькой я вот так вот прохожусь она мне практически ровно и сейчас еще постучу чтобы она у меня хорошенько разошлось и все это добро ставлю холодильник агар схватывается в холодильнике очень быстро у меня буквально там полчаса прошло даже может меньше тем временем я сварила глазурь зеркальную я уже показывала как ее делать поэтому не буду зацикливаться на этом собственно вы можете сделать чтобы не варить глазури не заморачиваться возьмите плитку шоколада 90 грамм и 50 грамм масла растопите шоколад добавьте в него масло вот и залейте этим добром вот так вот вверх петче молоко никогда не заливают так чтобы текло по бокам красивее всего одно смотрится когда залита только верхушка вот поэтому я залила так его форму агар у меня уже схвачен и вот так я его отправляю в общем на всю ночь ему в принципе достаточно два тире четыре часа и он уже будет отлично вас стоять но я делала заранее и вот я утром уже достала он у меня хорошо схваченный холодненький я прохожусь ножиком по бортику чтобы у меня хорошо отклеялся мой тортик вот можно было туда во внутрь положить некую пленку специальную кондитерскую но у меня такой нету я не решила не заморачиваться вот увидите у меня блестит моя глазурь рука в ней он машет вот собственно вот такой вот получился у меня тортик он где-то высотой где-то в семь сантиметров ну где-то 67 сантиметров у меня получился вот очень нежно очень вкусный я еще просто белком напишу надпись юбилей мы будем идти к мужа бабушки на день рождения вот нас будет не так много мы чисто семьей посидим поэтому нам нужен вот такой вот нежный тортик бабуля с юбилеем вот постаралась вроде все рассказать если вдруг вам что-то непонятно задавайте внизу вопросы или добавляйтесь в мою группу вконтакте или в одноклассники пишите мне там буду очень рада вашим отзывам ставьте пальчики вверх а с вами был кекс вот мой торт он очень нежный поэтому буду рада подписывайтесь на мой канал всего доброго пока пока